Приветствую вас. Немножечко неловко вас разочаровывать, расстраивать, возможно, но нет, это неправда, то что вы спрашиваете, потому что лично я ошибаюсь, что вообще не бывает своих людей, своих людей не бывает, потому что люди, как мне кажется, не могут принадлежать кому-либо, да, люди не могут быть чьей-то собственностью, вот, и поэтому термин, который вы использовали, мой человек, он несколько, скажем так, мне неприятен, да, потому что это все-таки означает для меня, по крайней мере, это означает какую-то преемственность, это означает какую-то принадлежность, это означает собственность, мне это все-таки не совсем подобное, вот, 30 секунд мне нет, нет, понимаете, за 30 секунд могут возникнуться какие-то чувства, к человеку, это правда, но будут ли эти чувства настоящие? Да, скорее всего нет, не будут. Скорее всего не будут, потому что речь будет идти об образах, об образах, вот, но ни в коем случае не о реальном, скажем так, человеке. Это очень важно понимать, вот, и мы, соответственно, в таком случае, вот, будем иметь дело, по факту мы будем иметь дело с тем, тем, что мы сами выдумали, что мы сами придумали, вот, к сожалению, но отнюдь не с реальным человеком, вот, если в течение, как вы говорите, 30 секунд, у нас появляются к нему, к человеку какие-то чувства, вот, это, на мой взгляд, свидетельствует о высокой доле идеализации, таком человек. А вот, дальше, значит, мужчина, как вы говорите, смотрит, но не подходит к вам. Если я правильно понял. О чем это может, соответственно, говорить, да? О многом. Тут так сразу не скажешь и какого-то варианта одного быть не может, нужно смотреть идеально. Нужно смотреть конкретный момент, вот, конкретную ситуацию нужно смотреть, вот. Значит, для того, чтобы, чтобы, ну, как бы, понять, что именно мужчина хочет донести до вас, да? Вот, и чем вызвано такое его поведение? Как правило, это некое стеснение. Как правило, это некий такой, некий такой, такой элемент скованности. Некоторые проблемы с уверенностью в себе, но это может быть также и, значит, полуролевая модель, но это может быть не так, но это не так, но это не так. Полуролевая модель. Полуролевая модель. Мужчина может быть. Ему нравится если, да? То есть, образно говоря, такая модель человеку может нравиться, а такая модель может человека в принципе устраивать. Вот. То есть, ну вот такая, да? Пассивная. И с этим в принципе мало что можно сделать, если человек вот решил так себя вести. И здесь уже вам нужно смотреть, как вы сами реагируете. На его поведение хочется ли вам, например, ну, допустим, отвечать на его поведение. Хочется ли вам как-то вот, значит, ну, реагировать на его действия или нет. Ну, что вот, что вот, то есть, что я, можно сказать, почувствовал ваш, вот, текст, да, то, что я ощутил ваш текст. Это привозность. Некоторая привозность. У вас, на мой взгляд, есть связано с тем, что вы хотите найти своего человека. Это неплохо, что вы хотите найти своего человека. Правда, неплохо. Но, важно здесь обратить внимание на то, что появление этого человека в вашей жизни никак не изменит вашей тревожности и не решит именно ваши проблемы. Потому что, если человек, например, ну, например, если это появится, да, вот, допустим. То, вы, в принципе, можете быть, от него можете стать, от него зависимым. Зависимость еще больше, чем, например, например, зависимость сейчас от, допустим, своей тревожности. Вот. Понимаете? Такой вот момент. Поэтому, крайне не хотелось бы, чтобы с вами такая ситуация произошла. Вот. И поэтому я рекомендовал бы именно на тревожность, на вашу обратительное внимание, вот, обратительное внимание, как на некий такой отдельный факт и уже с ней поработать. Ну, то есть, вот, например, что вам хочется или хотелось бы, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь, например. 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 Вот. И, соответственно, более подробно это изучить. Более подробно это поисследовать, чтобы, ну, в какой-то степени вам было, может быть, более понятно, более ясно, что, допустим, с вами происходит. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что обратная связь, обратная связь, которая у вас появится. Эм. 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 Подходит начало. Начало. Для. Эм. Психотерапии. Эм. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Эм. Значит. Удачи вам. Эм. Всего самого доброго. Будем на связи. Эм. 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 Продолжение следует...